Всем привет! Вы на канале ТОПАРМИ. Российский коротковолновый комплекс радиоэлектронной борьбы Мурманск-БН является мощнейшим образцом нелетального оружия в мире. Такую точку зрения высказали авторы китайского издания СОХУ. Как отмечается, повсеместная гонка вооружений, в которой Россия занимает одно из лидирующих положений, привела к тому, что страны начали заниматься разработкой не только ударного оружия, но и средств радиоэлектронной борьбы, роль которых в современных войнах продолжает расти. Понимают это и в Москве. Недаром за последние годы практически все российские военные самолеты и боевые вертолеты были оснащены новейшими комплексами РЭП. Впрочем, свое настоящее ноу-хау в области подавления радиоэлектронных сигналов противника Россия разместила на земле. Речь идет о коротковолновом комплексе РЭП Мурманск-БН, по праву считающемся самым передовой из подобных установок во всем мире. Совсем недавно Россия объявила о том, что комплекс Мурманск-БН будет дислоцирован на территории Калининградской области, российского анклава со всех сторон окруженного другими государствами. И это обстоятельство должно вызвать настоящую панику внутри НАТО. Дело в том, что дальность подавления радиосвязи у этого комплекса составляет около 5000 километров, а при идеальном прохождении сигнала она может быть увеличена до 8000 километров. Иными словами, в пределах досягаемости установки окажется вся Европа вплоть до Лиссабона. И вплоть до Лиссабона окажутся ослепленными и все средства вооружения НАТО. По словам авторов, аппаратура комплекса в автоматическом режиме собирает данные об излучательных сигналах в коротковолновом диапазоне, классифицирует и тут же определяет, какие и какой мощности помехи могут их подавить. Коротковолновый диапазон, в котором он работает, как правило, используется для связи на больших расстояниях между летательными аппаратами и надводными кораблями. Его работа может нарушить связь боевых кораблей, самолетов и сухопутных военных подразделений в странах Восточной и Центральной Европы и Балтийского региона, а также в акваториях Балтийского моря и северо-западной части Атлантического океана. Например, в случае воздействия такого комплекса на боевую группу авианосца, связь между всеми самолетами будет моментально разорвана, в результате чего каждый из них сможет сражаться лишь сам за себя. Как отмечал ранее российский военный эксперт Алексей Леонков, в этом и заключается особенность Мурманска БН. Помимо огромной мощности, он способен выборочно сканировать боевую частоту вражеского электронного оборудования. Впрочем, в отдельных случаях такая избирательность не нужна, как удобнее ударить сразу по всей электронике противника. Как ранее сообщал информационный портал Синомилитаре, комплексами Мурманск БН оказалось по силам обрушить бортовые системы самых передовых американских истребителей пятого поколения F-35. Вся электроника на самолетах просто умирает, едва только они подлетают к установкам на расстоянии в 500 километров. И во многом по этой причине американское командование приняло решение отказаться от использования этих истребителей в небе над Черным морем. Как объяснял полковник в отставке Юрий Кнутов, можно сказать, что речь идет о самом настоящем оружии, нелетального характера, что, впрочем, не помешает ему без единого выстрела сбить целую эскадрилью американских истребителей F-35. А на этом все, вы были на канале Товпарме, делитесь свои мнения в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok